ребята ну чтож возможно это станет противостоянием века в квейк чемпион среде cypher против рейзи выступает best of three финала верхней сетки битва так скажем уже как минимум за второе место мы это говорили уже 165 миллиардов раз миллиарда триллионов раз но все же быть может эта информация кому-то пока это полезно хорошо две рельсочки не дождавшись меги сайпер сейчас рискует потерять и мегу о их и вербор а он забыл им папа папа на сотку прилетела ракета ребята как же жестко это делает рейзи ребят просто некий систематизм тех этих попаданий дает говорить дает понимать что это это скилл не держать никто ничего и рельса цифера повторная лишает жизни и дриана и открывает счет 10 и секундах эвермура по привет мой мальчик а такая шафта и она типал который раз да быстро и слышь дает о себе знать точно так же вот так реализация может повернуть роли корни на что-то другое красиво мансит алексей не давая возможности рейзи попасть какой-то просчет пылу и дриана летели ракетки но просто хаотичное изменение траектории понимаете дает возможность только лишь статистики теории вероятности сработать на стороне дриана хорошие ребята вы посмотрите раз кайты шафта произошел 5 секунд сверху а ноги немножко подходит думал чуть-чуть подхамить и наверно создавал каким-то образом отряд себе алексея на джампаде чтобы отработать шафтом но хрен там плавал вообще-то на дубной лодке и дед мозаи с зайцами еще к сожалению шага не лишила жизни посмотрите еще 84 хп после нее оставалось там не шага не рельсов нет а вот здесь это что-то вообще по шафту дядя 40 на данный момент шафт демонстрирует алексей но такое чувство легенькое что 140 что по пингам ребята 33 до 26 для рейдов и так вот и стрелять . как же неплохо сайперс чувствует себя вы посмотрите но пусть она таки останется до все уже соскучились по играм такого класса от алексея красиво столкнувши три болтинки дали возможность сайтеру прицелиться и на вот этом промежуточки медейр нам ша проткнул просто очередного анарки это здорово разница в счете только лишь растет но не стоит забывать о том что рейдер тоже сотни раз возвращался из подобных ситуаций кстати только что рельсочка которая была продемонстрирована сайпером тоже заслуживает уважение максимально резко быстро то она сайтер понял то что придется отдавать контроль на то благоволила ситуация и это не самое страшное что может быть она не пытается агрессивно залететь но вот секунда до миги и цифры таймингов были у сайфера и как минимум он разменял карту если три болты можешь отмансить то рельсу явно не всегда да каким-то неким напором интересно увидим мы трэйзи гг и фарфиз давно такого не было но было посмотри просто этой водичкой еще окатил лайк обе спят ребята я вся так как флаг на ветру развивается рейзи все-таки находит себе силы сделать этот фраг но впереди еще чуть более четырех минут и 6 фрагов разницы перед слышкой да этот герой в умелых руках коими конечно же сайфера спинки является в лучшем примере в лучшем вариантов варианте этой пословицы попробуй догони мига лежит и сайфер за счет плазма трейла лишь дал возможность себе чуть дальше уйти хороший разгон но что наш блин ты шу какие перестрелки останавливать его ракета но рейзи успевает и рельс очку там какие реакции у молодых людей это просто жесткая а по заднице практически прошла три минуты по-прежнему 6 фрагов очень много дэмэджа трейзи но и сам стайфер смотрите как стреляет на топ кп оставляет три она сейчас крадет хэви армор и уже и дряну якобы не охотником а жертвой стоит выступать не то что жертва но имею ввиду конечно же всегда делятся роли главные ну и на первые вторые как-то так очередной not быть варьи рейзи демонстрирует аркаду и сразу же наказан нет ничего не получается сделать против такой быстрый слэш казалось бы сам рейзи ничего не придумал но судя по всему некие условия которые сложились на пути формирования первых фрагов дают дают возможность безукоризненно занять лидер свою победу красивый рейл и также конечно же так здорово мотивирует самого алексея и как же ему приятно на данный момент грандиозную сильную мощную хайлайтовую победу над рейзи над рейзи сделать до 2 для рейзи минута 10 до конца 10 врагов разницы есть вопросы для наших прогнозистов штатных да есть вопросики конечно вроде бы как назовем это под раздуплился под конец но на то уже предполагает ситуация на данный момент ребята ярчайшая демонстрация того к чему могут быть привести условия воссозданные на карте слэшка получила контроль получила пушки получила абьюзер паунов и очень быстренько и долго конечно работала по рейзи ничего здесь не вернешь гг пишет и дриан молодец первая карта финала верхней сетки за сайфером ну что ж погнали дальше ну что ж ребята в наших чатах уже некие дебаты по поводу того что будет если алексей отыграет нормально сайфер или не нормально но интригующий момент максимально ввиду того что против клача рейзи выступает огонь но да просто там еще столько тп и что-то надо с этим делать немало удалось сайферу попасть в дриана совсем немало но первый фраг все равно и равно на счету клача ребят там уже есть конечно шар о папа спиняки подлетела услышал в конце конту руки джамп рейзи и не стал каким-то образом гляньте какой и сайфер в ответ рельс только что выдал действительно сегодня на алексей просто король маленьких простреливаемых дырочек если вы поняли о чем я так рейди пытается покинуть battleground для того чтобы не дать возможность сайферу реализовать дэмэдж потому как ему надо штрафовать до сайфер понимает позицию клача и тот сразу же отходит ракеты наперевес будет плюс печить по максимуму рейзи даже с одним фрагом горит клач ребята горит и не тут там было все-таки более сильную выдержку в этом моменте продемонстрировал сайфер но ненадолго смотрите снова дэши от плача позволяет ему выйти вперед но на данный момент нет обилки и клач пойдет собирать часики да да ребят как же пилигранно он перепрыгивает но несмотря на прожитую ампилку сайферу удается попасть рельсочку в клача и это 22 алексей находясь на контроле имеет сейчас весь пол оружия и приходится приходится ребята подушивать этого клача пытается подловить его на моменте развития рейзи уходит на подъем часов а вот ковер мора снова за алексеем не находится линия для атаки до какой-то такой прыжок он думал сейчас как на ли они зацепиться наверно как маугли но не случилось просчет таймингов только что пылу рейзи и он все-таки несмотря на прожитый щит сгорел ребята мало кп остается алёша тикаем дядя приходится отдавать клачу контроля это конечно пагубное дело но ничего не поделаешь мига лежит и судя по всему читку начитку реализовывал сайфер и некую полумеру только что допустил дай не сайфер а рейзи чешку начитку делал красивый шотган был на пролете и вот это вот рельса да все-таки попадает много очень налетит 28 кп остается пи 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 вот эту какую-нибудь давайте пошел огонь но это уже вторая рельс очка со стороны рейси до полины уже выходит вперед класс вы посмотрите на перевес шахтом да просто тушить этого клача но очень быстро поднимается очень каждая ошибочка штрафуется пройти пытается вытянули держит не держит рельс очка да и сайфер сделал тебе лиги атаки это было снова чипка на чистку тот момент когда я считал что рейзи понимал что лежит мигану миновал ее пошел именно на рельсу думал что там будет развиваться сайфер но и сайфер это понял и поэтому просто лишь задержался задержался сожрался желтый армор несмотря на прожитый щит я сегодня уже несколько раз это говорил красиво вроде бы в этом танце крутились но снова паритет по счету нету прилетели ракеты и точно лишь тайминг две сотки надевшись на голову лишили сайфера жизни начинает на этом темпе зарабатывать контроль рейзи ух тяжело как это все делается ух тяжело часики все ещет и на контроле основных айтемов находится рейзи теперь будут души про преимущества которые у него имеется конечно но вот неплохо размер по рельс очкам загорелась задница 66 боли ну да реализации немного не хватает он просто как на шарнирах какой-то такой быстрый клатч ну жесть очень быстро ребяточки у корица ситуации мне это не нравится ведь клатч зомдируя имеете сейчас тайминг на мегу 14 все таки выгорели платы ребята шанс имеется у сайфера есть контроль меги дано впереди еще пара фрагов с этим конечно мериться не славу не трудной нелегко алексею хорошо мега следующий детанс поехал хорошо ребята немножко обчитавшись думал что выдержит на сто процент этом моменте шахт был у товарища сайфер от шахт сюда немного чистка не сработало ребята и снова картовым стеком удалось рейде выйти вперед немножечко что-то не хватает чуть-чуть ребята жестко жестко полторы минуты и снова два фрага что ты делаешь вообще просто что ты делаешь какой-то некий демпфер который у него в загадке был скилла открывается и и мои демонстрируются всем и оппоненту в том числе в первую очередь загорается сайфер до всячески на аркаду переходя все таки был явно не идет по его плану хорошо сука ляж закрутила ребята просто закрутила в брейкдансе работа этого но несмотря на две даже подряд рельсы которые попали должны были хоть как будто остановить чуть-чуть да и этот клач все равно вперед вообще ему не путь ну все ровно да ребят 5 секундочек и однозначно кладь рейде все таки дала себе знать в который раз гиги один-один по картон очкам и финал верхней сетки решится в последних руинах погнали смотри ну что ж дамы и господа вашему вниманию руины сарната крайне разные архетипы опа вторая рельсочка только что-то летела цифер молодель а он просто уже прям стреляют прям рука вы видели как вот действительно это рельсочка была в стенку но она тоже но по-своему мила и красиво что сказать ракета желает сайфер весь пол оружия на данный момент есть секундомер и на контроле основных айтемов находится алексей хорошая рита дядя я тебе желаю всего хорошего сайфер какой же ты молодец дядя алексей но она и форму и услышал выход в инвиз испугал ты и отдает конечно же контроль надо часики снизу собрать там время было он эти но здесь тоже четверо лежит тоже неплохо в принципе первый фракт на счету белоруса поехали дядя мига на счету белоруса поехали пополняем часики по верху идем на красный нет опасно капец рейси стоял но вот сейчас конечно максимально важным за 4 к джамп нет он на джампане поднялся молодец не держит ли рельс у лёха чисто так ребята работает на последние но трогательный интригующий момент для всех фанатов сайфера принципе получается для всех принципе людей на этой планете ленты шо 2 подряд рельсы от рези не знаю на что рассчитывал цифер в том моменте может быть ну чисто заус каких-то там тысячные миллисекунды ребята тысячные миллисекунды протормозил что ли уходит в инвиз ну а рези продолжает сохранять контроль них со за 7 минут до конца минимум уже принялась у прям задницу только что под шафтиль и понимал рези что если упадет то неименуемо будет выжжен шафтом сайфера но у стайфера как мы видим по статистике сейчас 50 хп всего лишь до догонит бычок нет ничего-то казалось что это неминуемая смерть но все-таки сайферу удается выйти не сверженым из этой ситуации мига лежит и дрян снова читку начитку делал понимая то что там лежит ухо ребята фух сравнивать счеты 3 еще насаживает рельсу немало дэмэджа сплазмы насыпал алексей но все-таки да уже почувствовал психологии которая по всему уже хрустит на зубах на зубах скилзира вы ребята отмену мне все-таки более по правой чипа левой стороне и шел и не открылся под линию атака сделки вы конечно своеобразный имеет геймплей но ребят не тут то было вот тот момент где сайфер так классно плюс бычил и буквально надо только еле ощутимое мгновение подостановился дав возможность рейзи попасть две рельсы подряд сам очень много попадает но без контроля на данный момент находится никса трэйзи как бы на последний сейчас спасается опа ну да очень быстро перемещается физика конечно весьма интересно такая физика как у скейлбирера это первая часть я насколько я понимаю да квейка в котором вообще в принципе такая физика была представлена слайдеры были анарки были судя по всему а вот скейлбирера и еще некое подобие минимум вот этого вот момента есть насколько я знаю у клоча не помню как точно называется потому что есть и всякие цпм физики что-то еще как говорят а вот это вот что максимальный плюс бэк от рейзи до сайфера прилетает вроде бы на контроль сейчас находится алексей будет ли респаун да будет но стартовым стеком как душит резак и снова три фрага преимущества венгра где-то рядом где-то рядом постоянно алексей где-то максимально рядом gg пишет сайфер да ничего не поделаешь финал верхней сетки ребятки забирает и дриан рейзи было амбициозно да все так скажем надеялись да на победу алексея белоруса сайфера но все-таки не случилось но у него будет еще шанс возможно он всех расклистает сетки лузеров и выйдет сызнова в гранд-финале ггс ребят финал нижней сетки ребятки вашему вниманию битва за второе третье место кельт сайфер выступает завсегда трестик у мероприятия как-то так много-много дэмэджа пытался нанести кельтс но сайфер был скажем в этом дети ноги смотрите на отходе сделал какой интересненький фраг буквально знамение знамение отделял сайфера чтобы уйти вас своя си но почему-то не случилось не случилось 11 щиток принял красиво пару ракеток арбу немного осталось хп у кельца но все-таки осталось до сайфер балл не кельтс тоже очень так практично играет я имею ввиду знает когда оставаться на плюс бейки знает ах затрещала затрещала шкура ничего не поделаешь и кельтс снова хорошую линию атаки для себя создал и сайфер пал вторая минута заканчивается что-то 31 пока еще совсем ничего не ясно но на некая интрига начинает таять ввиду того что проявляется все больше и больше аркады но вот вроде бы сайфер под остановился немножечко так скажем немножечко так скажем успокоившись давай но нет не случилось сайфер на данный момент страдает от дефицита шафта ребятушки такового нету кельца будет восполнять сейчас обилку из них по такая встреча не совсем выгодно для алексея так не дает алексей такие агрессивные выпадают и очень много там и джа текера все-таки скучала по привет и красиво прогон паре спам 2 супершоги и еще и этой таблеткой которая выпала из райнджера пополнился и сейчас роли меняются На контроле шафта находится Алексей Но мне кажется не восполнился Еще его жажда Некое мести Нужно еще несколько фрагов Дабы как бы Эту кровную месть Возделать Возделать жажду кровной мести Хочет как-то процендировать ситуацию Можно ли взять шафт Спасить Но нет Только лишь минус девяносточки прилетают Алексей тоже сейчас планирует Смотрите оба забрать айтем Но не знаю Вряд ли это получится Понимаю что забрал мегу Но не уверен в том Успел ли рейнджер взять шафт Совсем по другому Видите Действует Осталось 5 минут Это легче что ли Красиво Все таки в загонку прилетела еще На сферу ракета Пикер Пикер пошел Нет Хе-хе-хе Да вроде бы там не Ай-яй-яй Ляпнула на 87 Холодный расчет Красивый Рейнджер на последний уходит Но у сайфера есть шансы Как-то вот здесь вот реализовать Все таки свое преимущество И еще немножко поджога Боже ты мой Вообще 6 хп Один тик из шафта Остался у него Один тик ребята Жалкий маленький тичок Но кейтс выходит вперед А Алексей явно не доволен Главное чтобы не хрустнула мораль Ведь это Это всячески 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 Ребята Будет негативно влиять Пара секунд До меги Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну да Теперь некие кошки-мышки Но теперь Имеется Сфера у кельца Которая конечно же Будет по максимуму влиять Положительно На исход событий Теперь просто так На рейджера и не нападешь Он сразу сменит За счет сферы Позицию И это может Пагубно закончиться Красный лежит Есть сейчас разница Довольно большая Любой из чемпионов Смог бы добраться От меги до красного За отведенное До этого время Ну как же максимально Саевого Отыгрывает кельц Отвечения 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 так поехали красивый выпад очень много дэмэджа для сайфера но сайфер вроде бы вышел на позицию контроля ближе то и пикер очень много нанес дэмэджа сайфер да не смог выйти из этой ситуации кель сравнивает счет теперь все пушки ребят и конечно же контроль вот она пара секундами и было дело попытался кельч пройти но блин лянь хорошо на мигу дядя отдал пока еще нет все хорошо ребята минута впереди еще и фраг преимущества имеется у сайфера спокойненько делаем свое дело а а а а агрессивно выпадает пить ему нечего делать но мне кажется его парадигма именно в плюс бэки выступать и этот весь аркада он даже как бы не приучен до конца гг пишут ребята и первая карта финала нижней сетки за сайфером ну чтож смотрим дальше ну что ж ребят погнали посмотрим дм шестерочку кельце выступает на слэш очки сайперу пришлось взять афину но он тоже очень неплохо на ней на слэшке все таки было бы предпочтительнее алексея но посмотрим может быть кельс тоже покажет высоты ребята мирового слайд переката назовем это так назовем это так хорошо есть мега минимум хп остался у всех но у сайфера конечно чуть побольше но ракетики которые ляпали на 100 я думал афина уже не выйдет характерное место вот здесь вот по центру карты есть со стороны желтого арбора который вот тут вот слева либо над жампадом либо на позиции который проход к рельсе там зачастую ребята задерживаются для того чтобы автофокусники попытаться прорвелить тех кто шастает вот здесь вот в районе ракетки максимально удобное место если что-то не получилось лифте я попали можно сразу же отойти а вариативная такая в принципе ввиду этого и максимально используемая используемая так интересно пляшут девочки ребят потому что 3 минута уже на своей половине они к открыть счет вот он не шанс да 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 ребят вы посмотрите только лишь открываешься под атаку держи сюда парочку рельс и конечно же фраг для того кто атаковал сайфер выходит вперед а спокойствие только спокойствие тайминга конкретного не было но теперь есть сразу покидает эту позицию сайпер ожидается агрессивные мовы со стороны слышечки слышит ее сайвер вот он интересно хорошая все-таки пора уже прилетела рельса не поверил сайпер что смог оппонент остаться на этой платформе видно слэшка задержалась именно а одну из этих колонн пятая минута стартовала все именно легенько засухарил сайпер пытается тоже на ником плюсбеке отыграться дает возможность проявить себя оппоненту и конечно отталкиваясь боже ты мой да что такое просто первое что повезло слышки это то что она осталась на этой платформе не было выкинуто нахрен туда за борт этим летающим жукам а второе то что во время этого всего спрея из шафта от сайфера кельс умудряется еще попасть эту всю дичь эту всю дичь попасть ребят простонародье качественный анализ называется с перепугу и вот здесь немножко недорасчитав ситуацию сайфер сделал неплохую засаду из нее про атаковал выходит снова вперед так вторая листочка на ее минимум хп остается у кельца но видно что он уже готов на некие такие агрессивные атаки что в принципе являет до некое аркаде чувство папа а сайфер понимает что следующая мега уже в его распоряжении немножко больший делай планирует хорошо 35 следующая теперь можно уже подхамить стык и явно преобладает над стыком оппонента надо только его надо только его подловить но сейчас сам не держал рельсу сайфер и был открыт на линиях атаки а ай-яй-яй-яй конечно вот здесь очень опасно ребята после миги конечно же слишком будет атаковать да и но двери ты подряд еще может быть то что же ты делаешь со мной то делаешь амбициозная драка не меньше но вроде бы алексей есть алгоритм появления этому и после желтого дожидается без трапа красный армор продолжение атаки красиво-красиво все-таки вцепился шахтом в очередной раз и демонстрирует высоты своего рима алексей же пал еще ровный интрига нарастает амбиций ребята должны полетела только что прилетела ребята шафта и снова седая ночь две шаги подряд да ребят это метод исправления ошибок так скажем когда на темпе находится оппонент порошок подряд делает свое дело навязаны такой близкий бой а ухух куда он там попал я даже не знал что можно так прострелить но судя по всему в этих проходах есть решеточки именно в нее только что попал сами вторая рельса лишает практически полностью брони оппонента и вот здесь надо включать максимальный режим охотника еще одна мига вот до красного же конечно лёха должен не успеть но штрафует еще блин вы смотрите да скорее всего лишь один фраг мы увидим 20 секунд до конца основного времени равный счет удается сейчас алексею сделать но вот а я и пролетела дождал и этого кельц понимала что надо пополняться сайферу рельс той подловил и здесь уже лёха не сможет контролировать мигу скорее всего да ай-яй-яй напала ты что благо это драка не инициализировалась до входа в этот мостик что позволило сайферу отойти ух ребята летал кельц летал на этой слышке и все-таки в замесе жестком да ребят дала себе знать о ракеточки прилетели куда надо забирает первенство на dm 6 посмотрим же на третьей карте кто будет третьим а кто вторым на шестьдесят четвертом турнире и стоти погнали так ребят поехали решающий карта вейл кельц на и за ним против голены по заверению многих разные мысли о том что предпочтительнее все таки на вели кто-то говорит держатель этой машинке кто-то говорит что все-таки это темы которыми можно хорошо сыграть его до нас три часа эфир перенимает инициативу такой максимально крутой после заметной первого фрага все-таки залез до двумя руки джампами алексей и конечно же речь для кельца омеги на данный момент явно не идет все четвертую на проход на выход из телепорта кельц старается собрать халявку все пушечки и будет сейчас подлавливать сайфера кельц не рискует пытается дать возможность ошибиться но и сайфер вроде бы очень ты его отыгрывать свой контроль прострелочка три болтон да немножко пощекотала конечно стек для кельца и вот она еще со . здорово сайфер думаю будет планировать атаку до машинка немножко отвлекала но в принципе это минимум как комары на ринге не хватило немножко реакции по прочитанной позиции прострелить вроде бы стабильно сейчас вроде бы все в порядке да это 30 попытка бьютер и спауна но кельц не был столь предсказуемых 5 секунд до миги которую так как судя по всему уже потерял на отходе все-таки есть рельс . может и мой какой фрошат просто дикий и кем ботный фрошатка чтобы со стороны кельца он открывает свой счет первый фрошатка теперь дерется все-таки шахтом верит то что не попадет верит тоже не попадет кельц но он попадает какие-то нелепые переключения оружия но видно это все тоже на неком нервозе и 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 Сайфер пытается атаковать, каким-то образом поддушивает, не отдает контроль и воздействует на оппонента, но вроде бы еще и все не так пагубно для Кельца, хотя в таймингах вот он явно сейчас не супер силен, там два тотема у Галены стоит, стоит учиться плюс бэк у Кельца, услышал, что по низу пошла Галена и вот он здорово все-таки словил бомбочку эту тотемную, Сайфер продолжает наращивать давление, может быть Кельц начнет ошибаться, но он не делает этого, занимает промежуточные некоторые позиции, дабы отталкиваясь от информации, которую он получит по звуку, принять одно или другое направление, которое явно не связано со встречей с Сайфером, ведь Алексей сейчас преобладает. Машинка побила тотема, это было, ну вот смотрите, ой-ёй-ёй, он оставил его на платформе, надо было не столь крутой процент шафта демонстрировать, и тогда ты бы сравнял счет, а то было сильно круто, Галена чисто, как на воздушной подушке, так именно раз прокатилась, забавно выглядело, ребята, и тот редкий случай, когда твой жестокий АИМ играет против тебя. Мэри Поппинс, да, даже на зонтике вроде бы, да, путешествовала. Очень много дэмэджа для Сайфера, Алексей будет вынужден оставить попытки забрать кави-армур, но проштрафовать это самое дело. Вы посмотрите, как здорово реализовал свой урон и свою позицию Кельс, и теперь начинает нагнетать, но ракету забыл. Ракету забыл, Сайфер на минимум хп отходит, но сейчас контроль явно перешел в Кельсу. Очень много дэмэджа летит, но и Кельс нахватывается нечто подобное. Цвет рельсы подряд от Сайфера приносит ему еще один фраг за три минуты до конца, 4-2, амбициозный, быстрый Вейл. Такс. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, накатило Сайфер! Спокойненько, конечно. Мутузится, ребята, очень довольно сложно это все откоментировать. Заряд я немножко начал зависать от некой красоты. Но я вижу, как сбалансирована, понимаете, вот эта сила, ребят, которая вносится. Как она сбалансирована. Кельс вроде бы перенимает инициативу, то и минуты до конца остается, и красный ему как подарок. Сейчас Сайферу стоит явно задуматься о будущем и максимально легенько отыгрывать. Максимально легенько. Но вот он, спрей, шарта 8 хп, всего лишь остается у Кельса. Но занимаемая позиция диктует совсем другие законы, и Сайфер не может продолжить эту атаку. Да, так постоянно. Если рискуешь, ты можешь надеться на парочку руки. Так, Сайфер вот не рискует. А Кельс рискует, никто ничего не держит. Это ты последняя, просто последняя рельсочка куда-то по голове прилетая. Забирает Сайфера. А это молодец, Кельс сравнивает счет. Сайфер так, чисто пролетая в этой области, не забывает наградить своего соперника очередной рельсочкой. Сайфер выходит вперед меньше минуты до конца, ребята. Хэммиармор поднят. Я все время выйти на Мегу. Красиво, да, ребят. Вот это, скорее всего, была максимально взвешенная и выраженная больше. Точка невозврата. Два прага преимущества для Сайфера. И всего лишь 30 минут. Ой, 30 секунд. Да, супершока от нее далеко особо не идут. Не уйдешь. ГГС, я думаю, планирует написать Кельс в ближайшее время. Ну, а Сайфер просто ждет. Да, ребят, ГГС однозначно. И 2-1 в пользу Алексея Сайфера. Кельс занимает третье место, а Сайфер подерется с Рейзи в гранд-финале. Ну что ж, молодые, красивые, амбициозные, талантливые. Именно только такие могут быть на Эйр-волне. Зарезал Сайфера Рейзи. Ребята, не удалось Сайферу сразу попасть. Эти рельсочки, на которые он рассчитывал. Рейзи снова выходит вперед. Но ракеты, посмотрите, как-то закрученно летели, как в фильме. Особо опасен с Анжелиной Джоли. Вроде бы. Нахватал-то плазмы и уже не может продолжать столь эффективно бой. Но хотя у Рейзи вот сразу раз, и щит откатился, ребятки. Так, спокойненько. Засухарилась ситуация. Сайфер покидает позицию. Подъема хэви армора. И Клаш планирует заново напасть. Есть рельсочка. Нет совсем брони у Сайфера. Пытается найти линию для атаки. Но и Сайфер совсем не кулпо к этому подходит. Да, да, ребята, Фина совсем что-то не справляется. Слишком маленький стэк. Рейзи за счет этой разницы быстренько, так скажем, на контроль подприсел, подуспокоился. Ну и всячески продолжает раздушивать Алексея. Сохраняя при этом контроль. Стартового стэка Сайфера не хватает, чтобы каким-то образом с респауна продушить. А Фине нужны условия для того, чтобы что-то делать. Боже ты мой, вообще просто, вообще, расщепление на атомы происходит на данный момент. Надо, чтобы какие-то окна, понимаете, какие-то все-таки возможности были для оппонента открыты. Ну что это совсем? Немножко не достреливает Сайфер. Все хорошо, все в порядке. Но реально, реально, вот стэк клоча настолько велик в свое время, что как бы Сайфер не стрелял, это просто, ну, невозможно сделать там в полтора, в два раза лучше, чем это делает Рейзи. Ой-ой-ой, еще просто куда-то залетела эта рельсочка в краешек. Блин, ну это действительно высоченный скилл, ребят, по-другому не скажешь. Это 6-0. Хорошо, что у Алексея держится на данный момент мораль, что он не выходит, хотя, знаете, не то, что не обратная ситуация, но слишком быстро развиваются эти все фраги, и уверенность, которой выступает на данный момент Рейзи, тем более на клоче, всеми нами опозрима и оценена по достоинству, я думаю, да, это просто капец. 80% рельса демонстрирует Рейзи по Афине, 12 из 15 залетела. 81% рельсы по Афине, мои дорогие зрители, вот какими-то такими приблизительно цифрами могут похвастаться киберспортменщиками. Коих игру мы наблюдаем здесь и сейчас, и это, конечно же, масштаб. Есть еще рельсочка. Мега и продолжение форсирования этого пресса. Вот вот, да, зачитка, ха-ха-ха, зачитка ситуации. И вторая пила, уже вторая пила, ребят, за время Авукина. Конечно же, Алексей по-любому расстроился, это некое испытание. Ну вот, он наконец-то размочил счет Сайфер. 8 фрагов впереди. За Рейзи. Но, судя по всему, это некая революция, которая сейчас у Алексея. И та, которая на табло, что немаловажно, вряд ли каким-то образом может поддаться редакции. Ребят, это попросту... Это попросту г-гэ. Что по-другому скажешь? Это г-гэ. Так. Доигрывает Алексей На рейзе Всячески плюс бетчет На клоче Замечательно Пушечки есть Опилочка есть Здесь все таки удается Сайферу выбить Фюдур из робота Две с половиной минуты Семь фрагов разницы Ребята может быть поддадим Немножко энергии для Алексея Это для Сайфера Может все таки сейчас как пойдет И прям как скорпион Пронзать будет вообще клоча Этой веревкой Фраг за два За три Сейчас будет считаться Вот он справа стоит Удалось и в этом случае Рейзе обмануть Сайфера Прыг-скок Прыг-скок Полторы минуты И даже на столь быстром чемпионе Как Афина Надо слишком много веревок Тратить по их Попросту нету Догнать Этого дэше Дэшеобразного робота Бурильщика Хороший Да Все таки некие фраги Почета Они Тоже должны быть Как некое лекарство Для морали Если Ой Приходится В принципе Говорить И еще одна Пила Ребят Еще одна пила В исполнении Рейзи Да Максимально он Поддушивает Сайфера Это некое Такое противостояние Которое уже Давным-давно Давным-давно Ребятки Да ГГ пишет Сайфер И молодец Все таки Что он делает Это Молодец 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 Что делает Это ГГ Ждем Следующую Карту Ребятушки Ну что ж Руины Руины И на данный момент 2-0 Пользу Рейзи По картам Надо каким-то Образом Это все Нивелировать Надо как-то Выигрывать И снова Рейзи На своем Анарки Да У Рейзи Есть 3 Мне кажется Имба Для него Чемпиона Это Клач Это Анарки И Это Слэшка Вот Как-то так Сайфер же Всегда на более Стандартных Отыгрывает Героев Мне кажется Этому Не то что Виной А причиной Этому Является Старая школа Которую Прошел Алексей Да Изначально Пошел Раскайт Хороший Огонек Загорел Рельсочкой А там Он все таки Съел Да Аптечка Там все таки Была Но Это повод Занять контроль Для Сайфера Очень важный Моментик Мегаза Лехой Мегаза Лехой Это Супер Финал Да Все верно Супер Финаль Лехой Так Мега Мега Счет Не открыт Третья Минута Развивается И Анарки Понимает То что Алексей Находится На контроле Штрафует Только лишь Пытается Штрафовать Руки Потому что Самому Надо Броню Ну Вон Плетет Ребята Плетет Интригу Анаркоман Анаркомания Анаркомания Рейди Довольно Долго Задержался В той Позиции Просто Слушал За Стеночкой Если Долго На шифте Стоять То Ховерборд Который Шумит Он Останавливается Хорошая Рейтечка Но Еще Одна Очень Красиво Дышет А что Ты так Шарашишь Леха Вот тут Он Рейтечка Ай Ей Ей Было Бы Здорово Если Бо Он Попал Какая Жесть Ура Здесь Совсем Нет Брони Понимает Это Сайфер Будет Всячески Препятствовать Рейтечка Перерезает Пути 50 на 50 Ставит Сайфер И вот здесь Закрывается Анаркин Шифт Нажми Хороший Что Ну Паёвочка Понимает Что Отпускать Нельзя Потихоньку Находит Анарки С постом Выбраться Из этой Ситуации Да Ещё И Мегу Ребята Да Ещё И Мегу Какого-то Хрена Забирает Вы посмотрите Какая Реализация На Руки Джампе Вот там Лёгеньком Таком Подскок Выскочил Рейзи Это Дало Ему Необходимое Ускорение Ну И Конечно Ж Время Сократило Выхода Что Не дало Возможности Сайферу Чётко Сфокусироваться И выстрелить Промахнулся Алексей Пятая Минута Закончена А вот Руина Ещё Не открыли Табло С счётом Лежат Основные Айтемы Ребята Не спешат Не спешат Их Брать Идёт Некий Майн Геймс Перекур Некий Майн Геймс Перекур Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Ребят Ну вот такие бывают моральные драки здесь уже идет некий как вам сказать битва принципов сейчас сейчас уже возьмут а а а жестко давно такого не видел да ребятки рога лакси здравствуйте всем ребята есть два стула один с хэви армором другой с мигой на какой сядете 1 ну да некий момент фарса уже приобретает это рэйзи сдался ребята и забрал бегу рэйзи сдался и забрал мегу стайфер поставил именно на это как комар жужжит сверху да есть моментик неприятненький в этом будет гнаться но в 43 следующая одна ракета у лёхи ну и какая-то конечно ребятки от дичь вообще давайте включим вот вот такую давно пора ребят включить вот такую хрень это это дичь стрима ребята сайтер всячески пытается доказать рэйзи что у него глючит звук осталось одна минута лёха спасибо за попытку это было действительно красиво спасибо за попытку лёха это было по-мужски было по-мужски но какая-то просто колоссальнейшая вообще понимаете удача колоссальнейшая удача от рэйзи вместе с его исполнением показывает вот эту вот просто незыблемость ситуация это действительно уже некие вопросы прям понимаете некие вопросы прям ставят перед лицом я думал ну все он видели первый взялся и мегу забрал лёха и начал продавливать но не случилось максимально амбициозный момент я искренне благодарен алексею что он все это реализовал несмотря на всю революцию в душе которая у него была он все таки самоотверженно пошел на этот шаги как мне казалось я бы там даже на 90 процентах этого фрага ставил бы максимум на то что победит в этом файте алексей ну как то я вообще вообще не понимаю прошу прощения что это и как но снова победа за рейзи ребята первое место ядриан рейзи из венгрии сайфер из беларуси занимает второе место и кельц из швеции 3 ггс всем ребят спасибо что смотрите поддержите пожалуйста видео лайком комментариям и кто не подписан подписывайтесь и счет и счет и ждешь